Греческая мифология, сформировавшая наше сознание. Ричард Бакстон. Текст читает Алексей Романовский. Введение. Неисчерпаемый источник. Истории, которые мы называем греческими мифами, возникли около трех тысяч лет назад, во времена эгейской цивилизации, когда полис – город-государство, характерная для первого тысячелетия до нашей эры форма организации общества, еще только зарождался. Несмотря на столь скромное происхождение из небольших сообществ, эти истории распространились невероятно широко. Благодаря необычайным победам Александра Македонского, они разошлись по эллинистическим государствам Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока и укрепили славу завоевания Александра. Когда же эти территории подчинились римской власти, римляне переделали греческие мифы под свои нужды. В течение столетий, последовавших за падением Римской империи, эти предания адаптировались и стали частью позднеантичной, средневековой и ренессансной европейской культуры, а затем распространились дальше, на восток и запад, вследствие захватнической и исследовательской деятельности европейцев. В итоге они вышли за границы Европы и обрели мировое значение, как убедительное, образное средство выражения самых разных мыслей и чувств. Сегодня трудно представить себе интеллектуальный спор, нравственную дилемму или политический кризис, которые не давали бы повода вспомнить тот или иной греческий миф. Как только в 1970-е годы появилась гипотеза о взаимном влиянии живых организмов и их неорганической среды обитания, в ее название естественным образом легло имя Геи, греческой богини Земли. Когда одним прекрасным утром в середине 2010-х годов британскому премьер-министру взбрело в голову организовать референдум, чтобы решить, стоит ли Соединенному Королевству оставаться в Евросоюзе, многие комментаторы провели аналогию с опрометчивой Пандорой, которая выпустила все беды мира, открыв свой ящик, хотя в греческом варианте мифа речь шла не о ящике, а о большом сосуде. Если бы океанский лайнер Титаник, космическая программа Аполлон, международная корпорация Амазон, бренд спортивной одежды Найки, производитель дезинфицирующих средств Аджакс, шелковые шарфы Гермес и Геракл Дженерал Цемент Компани со штаб-квартирой в Афинах решили обойтись без имен своих мифических предтеч, кто знает, как бы они стали называться. Греческая мифология и по сей день остается кладезем названий для бизнеса, рекламы и маркетинга. Прибавьте к этому заметное присутствие греческих мифов практически во всех художественных явлениях современности, от пьесы поэм до комиксов и видеоигр. И станет ясно, древние истории еще не растеряли свои силы, удивительны для их почтенного возраста. Однако живучесть эта подвергалась испытаниям. В разные эпохи и по разным причинам мифологию классической античности, ту, которую поэт Филипп Ларкин во всеуслышание окрестил потрепанной кошкой, откровенно отвергали. Одной из причин подобного отношения была приписываемая мифом безнравственность, о которой уже во II-III веках н.э. свидетельствовал христианский богослов Климент Александрийский, возмущенный, помимо прочего, идеей о том, что к рождению богини Афродиты причастны отсеченные гениталии бога Урана. Другая распространенная реакция – осмеяние. В 1712 году Джозеф Адисон глумился над повсеместным обращением современных поэтов к нашим Юпитерам и Юнонам. Форменное ребячество, непростительное для поэта старше шестнадцати. Десятилетия спустя французский философ Бернард де Фонтенель окрестил мифы с борищем химер, галлюцинаций и несуразностей. Среди недавних шагов можно назвать попытку заклеймить не только греческие мифы, но и изучение двух языков, на которых они изначально передавались, как привилегию отжившей свое самодовольной культуры элиты, особенно в Европе и Северной Америке. Однако, невзирая на всю эту критику, мифы выстояли. Объяснение этого феномена идет гораздо дальше социального престижа, который способен заработать человек, ссылаясь на мифы. Даже с учетом высокого статуса классики, традиционно поддерживаемого в обществе. Куда значимее, поразительная способность мифов адаптироваться подобно хамелеону, которую обеспечивают широта и глубина поднимаемых в них вопросов. Греческие мифы словно мысленные эксперименты, имеющие значение практически для каждого без исключения человека, независимо от его финансового положения и культурного уровня. Цель данной книги продемонстрировать это серией предметных исследований. Но прежде, дабы подготовить почву, обратимся к миру Древней Греции. Изучим среду, в которой впервые проводились такие эксперименты, и выявим наиболее важные из исследуемых тем. Пространство мифотворчества. Мифы были укоренены в древнегреческом обществе. Бабушки и дедушки, родители и няне рассказывали эти истории детям дома. А те учились пересказывать их в школе. Мифические сюжеты изображали на декорированных сосудах, вазах, которые использовались для разнообразных хозяйственных целей. Поэты, ораторы, философы и историки цитировали их, приводя примеры нравственного поведения, которому стоило следовать, либо которого требовалось избегать. Помимо того, их рассматривали как свидетельство реальных и значимых событий прошлого. Они являлись предметом чрезвычайно серьезным и одновременно таким, который легко помещался в контекст бурного веселья и даже крайней непристойности. Не существовало ни одного жизненного аспекта, который не затрагивал бы мифы. В частности, мифы были неразрывно связаны с религией. Так, изображение битвы между героическими лапифами и полуконями-кентаврами древнегреческий художник вырезал на мраморных метопах. Метопа – прямоугольная плита, элемент фриза, с южной стороны Парфенона, расположенного на афинском Акрополе. Скитания Деметра, отправившейся на поиски Персифоны, своей дочери, похищенной богом смерти Аидом, запечатлены на каменных рельефах и керамических вазах, найденных на месте проведения мистериального культа, который отправлялся в Элевсине. Сюжет с участием перевозчика Харона и бога Гермеса, переправлявших души умерших в царство мертвых, регулярно появляется на сосудах, известных как Ликифы. Наполненные оливковым маслом, эти вазы приносили в качестве дара на могилы усопших. Кроме того, мифы рассказывали на ритуальных празднествах, устраиваемых в честь богов. Яркий пример, проводившийся в Афинах городской праздник Великие Дионисии, во время которого в честь бога Диониса разыгрывали трагедии практически все, основанные на мифах. И последнее, но не менее значимое, боги и герои, чьи деяния воспевают раскачеки мифов, в большинстве своем те же боги и герои, которым поклонялись в храмах по всему греческому миру. Повсеместное распространение мифов не сократилось, даже когда Греция подчинилась военной мощи Рима. Скурпулезные записи Павсания о его путешествиях по эллинским землям, описание Эллады, датируемое вторым веком нашей эры, чуть ли не в каждом абзаце содержат характеристику местности, здания или сакрального предмета, которые находятся в том или ином месте и каким-то образом связаны с мифологией. Один из нескольких тысяч таких примеров касается героя-основателя небольшого сообщества в Лаконии. В местечке, называемом Араином, есть могила Ласа, и на ней, как памятник, стоит статуя. Говорят, что этот Лас первый поселился в этой стране. И по преданию был убит Ахиллом, когда по рассказам местных жителей он прибыл в их страну просить у Тиндерея Елену, себе в жены. Но если говорить правду, то Ласа убил Патрокол. Он же и сватался за Елену. Учитывая фразу по рассказам местных жителей, можно предположить, что статуя, установленная на могиле на юге Пелопоннеса и увиденная Павсанием лично, косвенным образом связана с событиями, которые, как считается, произошли до Троянской войны. Тогда несколько величайших героев Греции добивались от Тиндерея руки Елены. Тиндерей – муж Леды, матери Елены, хотя многие рассказчики мифов приписывают истинное отцовство Зевсу. Поскольку греческая мифология была максимально далека от строгих догматов-фундаменталистов, Павсани не стеснялся редактировать показания своих информаторов. Но если говорить правду, то... Продолжение следует... Продолжение следует...